Ребята, всем огромный привет! С вами Вика, и в этом видео я вам расскажу, как же сдать ДПА, ГИА, ЕГЭ и тому подобное аббревиатуру, потому что по факту они означают одно и то же просто в разных странах на разных языках. Это достаточно уже необычная рубрика для моего канала, потому что я очень давно не делала подобных видео, поэтому без дальнейшей болтовни давайте приступим к этому видео. Итак, как же сдать это ЕГЭ, ДПА, ГИА? Я буду называть в данном видео это экзамены, потому что означает оно одинаково, что ГИА это государственная итоговая аттестация, у нас это державная пиццинковая аттестация, это одно и то же, поэтому экзамен, вы меня поняли. Итак, наверное, начнем с самого главного способа, как сдать экзамены, это надо просто для себя решить, что тебе нужно. Вот просто у себя в голове решить и сказать, мне нужно сдать экзамены в этом году на какую-то отметку, мне это важно, мне это нужно, все, я решил или решила. Так решаться, мне кажется, половина проблем. Важный пункт, чтобы сдать экзамены, любые экзамены, будь то ЕГЭ, ДПА и так далее, это раз в неделю, раз в день, в зависимости от свободного времени, прореживать варианты экзаменов, это очень на самом деле важно, если сильно загружена неделя, дни, очень много дополнительных и так далее, отведите дни, допустим, во вторник я сдаю математику, в четверг литературу, в воскресенье язык, и все, ты уже будешь себе в расписании в голове, у тебя это будет отложено, и ты будешь уже делать, решать, это гораздо дело пойдет быстрее, тем более, если выделяется свободное время, то надо посвящать это время экзаменам, потому что мне лично сдавать их через два месяца, а я что не готова, бывает. Другой очень хороший способ, это если, допустим, литература или язык, много правил, или какие-то тексты большие надо заучивать, запишите этот диктофон, и потом, когда будете гулять, ехать в маршрутке, в электричке, на поезде, где угодно, в дороге, просто включайте в наушниках и слушайте эти правила, варианты, порежка, произведения, особенно если задают большие, или качайте аудиокниги, кстати, для больших произведений. Очень удобно, и это хорошо, сталкиваются с такой проблемой, что они не успевают написать задания в отведенное время. Да, ты вроде бы как бы все знаешь, но ты не успеваешь. Как решить эту проблему? Раз в месяц, в идеале, конечно, раз в неделю, но я понимаю, что, в принципе, никто не будет это делать раз в неделю. Отведите время, я не знаю, час-полтора, сколько вы там пишете экзамен, узнайте у своих учителей, они вам скажут, сколько по времени вы будете писать. Просто сядьте, закройтесь в комнате, никого не впускайте, просто сядьте, выберите одну любую цифру варианта и решайте просто на время. И так вот хотя бы раз в месяц, раз в неделю вы будете тренироваться, вы начнете быстрее работать и вы втянетесь в эту атмосферу, как бы вам будет гораздо легче написать уже на экзамене и 85% гарантии того, что вы напишете в любом случае лучше. И, наверное, тоже один из самых главных способов, скажем так, назовем это способом, как сдать экзамен, это не волноваться, а, как мне сказал один очень хороший человек, фразу нужно знать и понимать то, что ты пишешь. Не нужно зазубривать все, нужно просто знать и понимать, как это работает, и все. И тогда ты решишь любую задачу, любое задание, и все будет очень круто. Так что главное просто знать и понимать то, что ты делаешь, что, зачем ты это делаешь, и тогда все станет просто. Все ключи от дверей у вас будут в карманах. Ну что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, сидяйте как можно ярче. А с вами была Вика. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok